Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Подпишитесь на канал, где уже 73 тысячи подписчиков, поставьте лайк. Кейк только что убил свой проект, они снизили ставку APY в стейкинге, она теперь составляет 20%. Но если залочить токены на 5 недель, тогда ставка в стейкинге 63%. Но я не хочу лочить свои токены на такой срок. Почему мне нравился проект Кейк, PancakeSwap? Потому что там была очень хорошая ставка по APY 70-80%. И токены можно было вывести в любой момент. Сейчас они апгрейдили стейкинг протокол, и теперь в обычном стейкинге ставка 20%. Мне это очень не нравится, поэтому я буду продавать свои токены практически по той цене, по какой я их и взял. Подпишитесь на канал, где уже 73 тысячи подписчиков. Ну и давайте перейдем к техническому анализу по битку. Биткоин таки оттолкнулся и пошел вверх, это прекрасно. Мы все еще находимся под нижней границей канала. Еще в январе этого года мы зашли в этот канал и двигались между нижней и верхней границами, отскакивали от них. И мы делали так аж до этих дней. Почти 4 месяца движения. Но сегодня мы пробили нижнюю границу канала. Но если увеличить график, то можно увидеть, что мы пытаемся вернуться к этой границе и вернуться в целом в канал. Такую картину уже можно было наблюдать раньше. Вот здесь, например, 22 февраля. Мы ушли тогда на 34 тысячи. И здесь также в 20-х числах января. Мы тоже пробили эту нижнюю границу канала. И вот вопрос, сможем ли мы в этот раз вернуться в канал? Биткоин оттолкнулся. Заходят объемы на покупку. RSI направлен вверх. Стохастик в зоне перепроданности направлен вверх. Что у нас по MACD? Тоже собирается подниматься вверх. Ну и мы действительно видим на графике отскок. Мы подбираемся к этому уровню сопротивления на 39700. У нас есть очень большое сопротивление на уровне 40 тысяч. На уровне 44 тысячи тоже есть сопротивление. 40 тысяч и 47 тысяч – это уровни сопротивления. Ну и в зоне 37 тысяч – тоже уровень поддержки сопротивления. Так что сейчас мы отскочили. Заходят объемы на покупку. Мы находимся под лентой скользящих средних. Посмотрите, мы оттолкнулись от ленты. Но ленты пока что направлены вниз. По профилям объемов видно, что над текущим уровнем очень большие объемы ордеров на покупку и продажу. Основной уровень поддержки сопротивления находится здесь, на уровне 40 тысяч долларов. И, вероятно, очень сложно будет его пробить. Криптогуру-бот дал сигнал на продажу несколько дней назад. Два дня назад дал сигнал на продажу. Биткоин-индикатор-бот, давайте посмотрим внимательнее, давал сигнал на продажу. Мы находимся под скользящими средними сейчас. Ну и давайте посмотрим, что будет в зоне 40 тысяч долларов, сможет ли биткоин ее пройти. Я вообще-то заходил в шорт сегодня утром, если вы смотрели мое видео, но здесь биткоин все-таки коснулся моего стоп-лосса, и ордер закрылся. Я потерял на этой сделке 100 долларов. Не знаю, может быть, можно было бы заходить в шорт сейчас, но я не уверен в этой идее. Мы крутимся вокруг уровня поддержки сопротивления. Мы оттолкнулись от уровня 38 тысяч, и я не уверен, что стоит все-таки сейчас заходить в шорт. В обычной ситуации я бы все-таки заходил в шорт, потому что я полагаю, что может вот эта картина произойти. Мы идем еще вверх, до нижней границы канала, затем отталкиваемся и идем ниже. И уходим еще ниже, если такое происходит. Но здесь очень большая поддержка. Давайте, может быть, посмотрим на часовом таймфрейме. Стохастик направлен вверх, RSI тоже направлен вверх. Давайте также проверим на дневном графике. На самом деле, в основном я вижу бычью картину здесь. RSI направлен вниз, Стохастик пытается развернуться, MACD пытается направиться вверх. Все-таки я склонен видеть здесь больше бычьи настроения, но опять же, в такой зоне довольно сложно торговать. Заходить в шорт может быть не очень удачная идея, потому что здесь очень большая поддержка, она историческая. С другой стороны, можно было бы зайти в лонг, в расчете на то, что мы вернемся в канал и пойдем на 50 тысяч долларов. В общем, ситуация довольно сложная и тяжело на самом деле принимать решения. Сложно торговать, но я все-таки, наверное, зайду в лонг. И, конечно же, поставлю стоп-лосс на случай, если таки не угадаю с направлением. Так что я буду заходить в лонг. Стоп-лосс поставлю на... Стоп-лосс поставлю на 38 тысяч. А, подождите, это шорт. Я же буду заходить в лонг. Давайте еще раз. Стоп-лосс на 37755. А, тейк профит. Наверху этого канала, на уровне 50 тысяч долларов. Посмотрим на соотношение риск-прибыль. 8.67. 8.67 соотношение риск-прибыль. В принципе, соотношение неплохое. Давайте немного очистим график. Здесь очень много линий. И я, честно говоря, ничего не могу понять. Уберем вот это. Вот это трендовую. Итак, соотношение риск-прибыль 8.67. Риск 1279 долларов. Заработать можно 11 094 доллара. С десятом плечом потенциальная прибыль 110 тысяч долларов. Ну что, буду заходить в лонг по битку. Стоп-лосс поставлю на 37755. Если биткоин все-таки пойдет вниз, мой ордер закроется по стопу. Но если полетит вверх, то, я надеюсь, он дойдет до уровня 50 тысяч долларов. И это будет очень хорошая сделка. Давайте будем ее открывать. Еще раз запомню стоп-лосс. 37.700. Тейк профит на 50 тысяч. Если вы хотите торговать вместе со мной, под этим видео есть полезные ссылки. Если вы зарегистрируетесь на бирже Bybit, вы можете получить бонус 4600 долларов. Если зарегистрируетесь и начнете торговать. Но для получения бонуса вам нужно завести на биржу биткоин. Ну и на бирже Femex вы можете получить бонус 4100 долларов. Давайте перейдем теперь на мой торговый аккаунт на Bybit. Здесь у меня 199 954 доллара, почти 200 тысяч баксов. В основном я сижу в USDT. У меня есть токена Curve на 20 тысяч долларов. Моя сделка в шорт по биткоину закрылась по стопу. И у меня еще открыты ордера на покупку биткоина. Планирую закупку на цене 37600. На самом деле мы очень близко подошли к этому уровню, но, к сожалению, чуть-чуть биткоин не дотянул. Мы дошли до цены 37 тысяч... 37 тысяч 900. 300 долларов не хватило, чтобы мой ордер сработал. Но если бы он сработал, было бы, конечно, хорошо. Но уже есть как есть, и сейчас буду открывать по биткоину лонг. Заведу эту сделку 2000 долларов. Будем открывать лонг с десятым плечом по текущей цене. Десятое плечо. Подтверждаем. Все, сделка открыта. Я зашел в лонг по биткоину, и теперь нужно установить стоп-лосс и тейк-профит. Давайте поставим. Только какие же там уровни. Тейк-профит 50 тысяч и стоп-лосс 37700. Тейк-профит 50 тысяч. Стоп-лосс 37700. Риск 698 долларов. Заработать можно 5512 долларов. Но риск-то довольно большой на самом деле. Может быть, пересмотреть этот стоп-лосс. Давайте вернемся еще на график. Да, биткоин растет. Жаль, конечно, что он не дошел до моей позиции, которую я ставил на 37600. На закупку он остановился на уровне 37900. Так бы я уже стоял в лонге. Но ничего. Хорошо, открываю лонг сейчас. С тем стоп-лоссом, который у меня есть. Но вы, конечно, можете еще подождать, пока биткоин пойдет чуть выше. Затем вернется на трендовую на 39 тысяч и уже оттолкнется от нее. Вот там уже может быть более уверенная сделка. Но я все-таки захожу сейчас и попытаюсь поймать это движение. Мы сейчас еще присмотримся к биткоину, что здесь происходит. Но пока хочу сказать о том, что я закрываю свои позиции в токене Кейк. Я собирался зайти в Кейк в общей сложности на миллион долларов. Но сейчас, когда они поменяли ставку в стейкинге, я все-таки буду выходить из токена Кейк. Ну а по биткоину на графике мы видим клин. И обычно это бычий клин. Так что биткоин действительно может пойти вверх. Давайте я теперь закрою свои позиции в Кейке. Ставка годовая APY здесь была 70-80%. Но сейчас они апгрейдили протокол, и ставка составляет всего 21%. У меня Кейк в общей сложности застейкана на 138 тысяч долларов. Но сейчас, чтобы получать более высокую годовую ставку, вам нужно залочить Кейки на какое-то время. Если я замораживаю токены на неделю, я получаю ставку 29,72%. Если на 5 недель, то 62,68%. И причина, по которой я основательно заходил в Кейк, была в том, что я получал годовую ставку около 80%, и мне не нужно было лочить свои токены. Я мог забрать их в любой момент. Ну а сейчас ситуация изменилась. Даже несмотря на то, что я зарабатываю по 300 долларов в день, мне эта ситуация не нравится с тем, что мне нужно замораживать свои токены. На предыдущей схеме у меня был доход гораздо-гораздо больше. За месяц я получал около 6 тысяч долларов, но сейчас всего 2 тысячи. 2 тысячи 300. Поэтому прямо сейчас я буду выводить свои монеты из стейкинга. И буду все это продавать. Мне очень не понравилось то, что они сделали со своим протоколом. Спасибо, что смотрели. И в комментариях вы также можете написать свое мнение. Выводили бы вы токены из стейкинга Кейк после того, как они сделали такие изменения в своем протоколе. Такое ощущение, что они просто прокинули своих инвесторов, потому что, ну, нельзя делать такие изменения глобальные. Нельзя настолько сильно изменять ставку. Подпишитесь на канал, где уже 73 тысячи подписчиков. Поставьте лайк. А, я же еще кое-что забыл вам показать. Сейчас. И вот это победитель моего конкурса. Я говорил несколько дней назад, что вы можете оставить комментарий и указать 5 друзей, которые также подпишутся на мой канал. И вот он победитель, который получает 200 USDT. Монета Соул, похоже, собирается разворачиваться и идти вверх. Очень хороший проект. Присмотритесь. Детка, что случилось? Я очень по тебе скучаю. Но на самом деле он смотрит на курс биткоина. Спасибо, Джеймс. Я сделал 4 ихса за 2 дня. И теперь моя задача не потерять этот профит, потому что такое случалось уже раньше. Ты отличный учитель. Спасибо, брат. И дай бог тебе 100 тысяч подписчиков на канале. Это еще персонажи из игры Мэйджи Крафт. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал. С вами был Джеймс Криптогуру. Славик, а ты что думаешь? Что с биткоином будет происходить? Ну, это тяжело сказать. Сейчас такая ситуация. Но я думаю, что если мы пробьем 38500, то мы очень сильно полетим вниз. Вот такое мое мнение. Но на самом деле на дневном графике я вижу бычью дивергенцию. Так что не исключено, что мы, если исходить из этого, то можем пойти вверх. Но если учитывать такие тренды, а мы сейчас в нисходящем тренде, то очень не исключаю, что биткоин все-таки будет еще проливаться. Поэтому мое мнение, что сейчас стоит делать, это следить за скользящими среднями и следить за тем, что будет происходить на уровне 38500. Спасибо, Славик. Добро пожаловать, кстати, в наш офис, прекрасный, в адрес SkyView. Посмотрите, какой вид из окна. Спасибо, что смотрели. И мы увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok